Друзья, приветствую всех, это Система. Продолжаем разбирать и анализировать наиболее важные предстоящие события и тренды. Про весенний прорыв на фронте не говорит только ленивый. Все свидетельствует о масштабной подготовке, как в Киеве, так и в Кремле. Но кто будет наступать, а кто обороняться? У российской армии немало слабых мест, но чтобы этим воспользоваться, решимости идти вперед очень мало. Западное оружие уже на подходе, но только ли это оружие сейчас нужно и хватит ли его? Какие сценарии на столе? Системно расскажу прямо сейчас. Ваши лайки и комментарии очень приветствуются. Поехали. Настойчивые слухи о второй волне мобилизации в России ходят уже давно. Их подтверждают как в украинской, так и в западной разведке. В первую волну мобилизировали 300 тысяч человек, но потери на фронте огромные. Так что новую волну ожидали уже в начале января, но этого не случилось. Возможно, из-за удара в АСУ по складу с боеприпасами в оккупированной Макеевке. В результате погибли не менее 400 российских мобилизированных, и объявлять новую волну на таком фоне в Кремле просто не решились. Следующий прогноз был на 18 января. Путин должен был выступить по поводу 80-летия снятия блокады Ленинграда, его родного города. Ну и зная любовь Путина к символическим датам, многие обозреватели ждали объявления о новой мобилизации. Впрочем, этого снова не произошло. Так что теперь все ставки на ближайшие дни. В частности, так думают и в авторитетном Американском институте изучения войны. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что выполнит директиву Путина о масштабной реформе российской армии в ближайшие три года. В частности, собираются увеличить количество военных. Это указывает на подготовку к затяжной войне. Еще одна причина, почему ходят слухи о второй волне мобилизации, мол, нет президентского указа о завершении предыдущей. Есть только устные заявления Путина и Минобороны России. Тогда в Кремле божили, что никаких указов больше и не нужно. А теперь говорят вот что. Действие указа президента РФ о 21 сентября 2022 года номер 657 об объявлении частичной мобилизации в РФ продолжается. По данным украинской разведки, с 9 января выезд из России военнообязанным запрещен. В том числе и условно пригодным к службе, которых в мирное время не призывают. Таким образом, Кремль может дополнительно мобилизировать до полумиллиона человек и попробовать создать стратегические резервы для введения войны в Украине. Масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек. Но военные аналитики сходятся во мнении, что полмиллиона людей, никогда не державших в руках автомат, невозможно быстро и эффективно обучить. Поэтому боеспособность новых мобилизированных очень и очень сомнительна. Впрочем, у них и иная задача. Россия достает из ангаров оружие моего возраста и опустошает тюрьмы в попытках нарастить живую силу, бросая этих людей в настоящую мясорубку. Кремль рассчитывает затянуть время, чтобы Запад перестал поддерживать Украину. Однако с тем, что задача Путина просто затянуть время, согласны далеко не все. Есть мнение, что наоборот, уже весной Россия постарается перехватить инициативу на фронте. Одна из самых обсуждаемых в Украине версий последних дней – откровение бывшего советника Путина Андрея Ларионова. По его версии, Россия вот-вот начнет новый этап боевых действий, так называемую «большую войну». Российская армия снова попрет из Беларуси, но в этот раз не на Киев, а на Львов. На юге Украины тем временем высадится морской десант и возьмет даже не Одессу, а Кишинев. Дальше по плану там посадят марионеточное правительство, которое не пустит через свою территорию западную военную помощь для Киева. Таким образом, Россия замкнет Украину в своеобразном суперкотле и, соответственно, окружит сразу все части ЗАИСУ. Ну, такое. Ключевая задача для Путина сейчас – отрезать Украину, сопротивляющуюся Украину, борющуюся Украину, эффективно противостоящую российским войскам от поставок западного оружия. Иларионов даже назвал дату – 15 января. Пока, слава богу, ничего подобного не произошло, хотя переполох среди нашей публики вышел знатный. На чем Иларионов строит свои прогнозы – непонятно. Ни одна разведка в мире его слов не подтверждает. Действительно, Россия проводит в Беларуси очередные совместные учения. Но такими силами Львов вряд ли возьмешь. В Черном море российской активности уже давно не наблюдается. А ведь анонсированный десант должен еще на чем-то и приплыть. Иларионов напомнил про российский фрегат «Адмирал Горшков». Это корабль из разряда аналогов нет, предположительно, со сверхзвуковыми ракетами «Циркон» на борту. Так вот, «Адмирал Горшков» нынче в морском походе и вот-вот войдет в Средиземное море. Но через Босфор в Черное море его не пустят. Военным кораблям это запрещено. Что же остается? Плеваться ракетами по Украине через воздушное пространство НАТО? Ну, это вряд ли. Так что сценарий Львов — это скорее информационная торпеда, запущенная вовсе не в наших интересах. Однако в целом вариант наступления России, конечно же, вполне реален. Об этом еще месяц назад предупреждал главком ВСУ Валерий Залужный в нашумевшем интервью «Экономист». По его словам, Путин сколачивает военную группировку на 200 тысяч человек и, возможно, снова попробует взять Киев. Залужный назвал и примерные сроки — февраль-март. О том, что в России готовятся к наступлению, заявил и секретарь РНБУ Украины Алексей Данилов. Подготовка в ЗСУ явно идет, и, возможно, даже не к обороне, а к контрнаступлению. Пока что тактика Валерия Залужного была неизменной — перехватывать и удерживать инициативу по всей линии фронта. Поэтому нет причин думать, что в этот раз будет как-то иначе. Про подготовку наступления в ВСУ заявлял и начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его прогнозам, самые ожесточенные бои ожидаются в марте. Чем это закончится, разведчик не сомневается. В 2023 году мы победим. Это будет победа Украины. Тем временем наметился прорыв и в поставках западного оружия в Украину. Речь в первую очередь идет о боевых танках, которые считаются основой для наступления. Но тут надо сказать, что не все западные военные аналитики в восторге от качества, предоставляемой Украине помощи. Так, австрийский военный обозреватель Том Купер, к примеру, уверен, что никаким количеством боевых танков эту войну в ВСУ не выиграть. И даже истребители с бомбардировщиками не так важны, по его мнению, поможет только современная дальнобойная артиллерия. Даже у 400 челленджеров или 400 леопардов нет такой огневой мощи, как у 400 артиллерийских установок. Танки не способны скинуть на врага столько взрывчатки, сколько артиллерия. И не могут причинить решающего вреда российской армии. Купер убежден, что Путин в скором времени отправит на фронт 70 тысяч мобилизированных. А когда не закончится, еще 70 тысяч. И так мобилизация за мобилизацией может продолжаться долго. Как считает Купер, не меньше 10-11 месяцев. Поэтому, утверждает он, украинцам нужно оружие, уничтожающее врага в промышленных масштабах. В таком же темпе, как российские мобилизированные поступают на фронт. Тем временем, один из ведущих британских военных аналитиков, Майкл Кларк, считает, что благодаря современным танкам, ВСУ могут открыть так называемый Третий фронт, осуществить прорыв в направлении Мелитополь-Бердянск и отрезать Крым. Тем самым заблокировав снабжение российской армии, создав им настоящие проблемы. У Крыма есть только две трассы, соединяющие его с Украиной. Это дороги через армянский Джинкой. Отрезы Тихий, Керченский мост и все. Крым становится очень уязвимым. Но бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемарск Шибчак уверен, что сейчас происходит гонка за тем, какая армия первая будет готова нанести прорывный удар противнику. Россия, по его мнению, только имитирует подготовку наступлений из Беларуси, ну а в реальности может ударить со стороны Воронежа, Курска и Брянска, где у них сосредоточены большие силы. Россия может двигаться на запад от Харькова вдоль реки Ворскла и поставить под удар Полтаву и Днепр. В какой-то точке они могут попробовать соединить свои силы с теми, которые сейчас под Бахмутом. Поэтому Шибчак призывает Запад дать Украине дальнобойное оружие, чтобы поражать цели в тылу России. Первый квартал этого года станет временем прорыва, и он заставит одну из сторон захотеть сесть за стол переговора. Обе армии готовятся к этому решающему удару. Думаю, война закончится в 2023 году. Что получается в итоге? Какой прогноз на ближайшие месяцы? Похоже, обе стороны готовятся к серьезному обострению, которое произойдет очень скоро. Если России может быть выгодно затягивать войну, Украина хочет прямо противоположного. Как можно скорее победить и покончить с этой войной. Конечно, кроме этой решимости критически важно оружие. По всем признакам в поставках современного оружия наметился прорыв. Так что хочется верить, что Украина получит именно то, что нужно и в необходимом количестве. Не стоит забывать и про температуру. Ведь зима еще не закончилась, и морозы, если они будут, тоже повлияют на поле боя. Поделитесь в комментариях своим взглядом на развитие событий. Думаю, что всем будет интересно почитать новые версии. Держим строй. Эта система счастлива. Субтитры создавал DimaTorzok